МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. С вами Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Безопасность и комфорт. В Чебоксарах стартовала транспортная реформа. Безграничные возможности. Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Спортивные победы. В Чувашии завершился Кубок России по вольной борьбе среди женщин. 25 автобусных маршрутов и более 100 единиц транспорта большой вместимости. В минувшую субботу на улицах Чебоксар появились новые автобусы. Именно они дали старт транспортной реформе. В основном их поставили на выстроенные направления. Неизменными остались только три привычные схемы движения. 42, 43 и 45 маршрутки. В выходные судить об эффективности появления на дорогах больших автобусов было еще рано. Транспорт был полупустой и люди еще не разобрались до конца в новых схемах движения. Да, села и не знаю куда. Надеюсь, доеду. Никто не знает, куда что едет. Но посмотрите, я знаю, где у меня даже карта здесь есть. Толк-то ее же надо изучать не один день. Прежде чем ты поймешь, на котором можно ехать и на котором нельзя. А то, на чем можно было уехать, сейчас в нашу сторону не ездят. Автобус пустить надо туда, где они нужны. А там, где они поехали, собственно говоря, сомневаясь, что вот такой величины автобус нужен. Жители новых микрорайонов Чебоксар по явлению на дорогах автобусов большей вместимости рады и надеются, что теперь быстрее будут добираться до центра. Именно им в администрации столицы обещали полную транспортную доступность. Знаете, мы живем в Соляном. У нас там 24 маршрутка ездила. Сейчас автобусы говорят. Сейчас первый раз сегодня приехали, пока удобно было. Но с понедельника посмотрим, как будет ездить. А пока так уехали хорошо на автобусе? Да, удобно, тепло, хорошо. А жители Новочебоксарска пока в ожидании появления такого транспорта на межмуниципальных перевозках. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы между Чебоксарами и Новочебоксарском курсировали такие же автобусы, большие, и чтобы народ не стоял, не ждал на морозе. Интервал между автобусами, чтобы было примерно минут 10-15 хотя бы, чтобы люди нормально на работу добирались. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. В первый рабочий день наша съемочная группа с самого утра собирала мнение жителей по поводу транспортной реформы в столице. Восемь утра, остановка улицы Афанасьева. Здесь не очень много народа, и транспорт подъезжает с небольшим интервалом. Давно стоите? Ну, нет, недавно. Сколько примерно минут? Наверное, 3 минуты. Нормально. Доедем. Автобусы, они большие. Давно я ждала автобусов этих, в чем эти маршрутки. Спасибо большое, что автобусы сделали. 16 маршрутов сокращено, 14 изменили свой путь. И только три маршрута остались нетронутыми. 42-й, 43-й и 45-й. 42-й как ездил, так и буду ездить. Сколько людей на улице, столько и мнений. Кто-то стоял на остановке 5-10 минут, кто-то целый час. Доехала вот на 333-м, и то еле-еле села. Народу стоит на остановке полно. Как хочешь, выезжай. Никаких маршруток вообще. 41-й проехал битком, все битком едут. Я ездила до Юго-Западного, но только одна 44-я маршрутка едет. То есть вообще неудобно. Вообще любая реформа, она делается для улучшения, а не для ухудшения условий. Любая. Раньше не было проблем вообще. Вот я живу на коллективных южных поселках, да, там вообще нет сообщения. Вот то, что раньше ходил в 49-й маршрут, сейчас вообще нет. У меня мама постоянно ездит, пенсионерка, значит, да. Я не знаю, как к ней добраться. Сегодня добираться до работы очень тяжело. Вот я работаю в диагностическом центре, я приехала вот сейчас в 9 часов уже. У меня больные на приеме, все пациенты ждут. Не могли добраться. Один автобус был, только 22-й. В 44-х маршрутах 6 прошло, на мотозалке ни одна не остановилась. В итоге предстояло почти час. Пока основная претензия горожан – большой интервал между транспортом. Что касается изменений маршрутов, то многие уже сориентировались или заранее подготовились и еще дома выяснили, на каком транспорте им доехать до работы. А для тех, кто не знает, на каком маршруте добраться из пункта А в пункт Б, на каждой остановке висит баннер. На нем схема маршрутов, есть и специальная горячая линия. Можно позвонить по номеру 23-51-99 и узнать, как доехать до нужного вам места. Мы выслушали мнение горожан лишь на нескольких остановках. По словам администрации города, транспортная реформа нужна, чтобы разгрузить магистрали и тем самым обеспечить безопасность на дорогах. Так что неудобства временные мнения и предложения пассажиров в администрации учтут и обещают внести коррективы в маршруты. Общественным транспортом сегодня до работы добирались и чиновники. Транспортная реформа стала основной темой еженедельного совещания в администрации Чебоксар и Доме правительства. Я лично ждал совсем недолго, буквально минуту-две. Подошел большой комфортный 15-й автобус, Ляз. И, собственно говоря, в таком комфорте и удобстве достаточно быстро доехали на работу. Там единственное, только пока непонятно с оплатой, немножко вот люди путаются. И это одна из проблем. Другое нарушение интервалов движения. На остановках сотрудники мэрии провели мониторинг. 15-й тоже, все-таки они не вошли еще в интервал установленный. Интервал составляет от 17 до 30 минут. Большая проблема у нас сегодня по вывозу пассажиров с микрорайона Садовой. Значит, есть нарушение работы второго и третьего маршрута автобусов. Нужно увеличить количество автобусов подвижного состава для того, чтобы своевременно всех вывезти. Все эти вопросы необходимо уладить в ближайшее время. Мы перевозка пассажиров с учетом транспортной реформы не должны ухудшать. Пассажир не должен стоять 15 минут на остановке. Транспортная реформа для чего она вообще-то? Значит, мы неправильно подошли по хронометражам, значит, по другим вопросам. Или управленческие решения не такие приняли. Максимально нужно оказать содействие нашим горожанам, пассажирам, которые ездят на общественном транспорте. И все вопросы, которые могут создать социальную напряженность, упреждающие, принимая управленческие решения, снимать с повестки дня. В некоторых районах вопроса, как добраться, не возникло. В таких районах, как Лапсары, микрорайон Соленоя, Аконт, улица Кадыкова, микрорайон Садовый, улица Богдана Хмельницкого, район ЖБК-9, кабельный проезд, транспортное обслуживание заметно улучшилось. Благодаря новым современным вместительным автобусам. И горожане уже оценивают преимущества данного транспорта. Информационные листовки, снова схемы движения, горячая линия и мобильное приложение. Это поможет горожанам быстрее привыкнуть к изменениям. Для удобства пассажиров планируют внедрить единые проездные билеты. В руководстве города и республики подчеркнули, цель реформы – разгрузить центральные магистрали, уменьшить пробки и, главное, повысить безопасность перевозок. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Институт уполномоченных давно уже стал инструментом развития гражданского общества. Сегодня глава Чувашии встретился с омбудсменами, защищающими права человека, ребенка и предпринимателей в республике. Собраться всем вместе удается нечасто. Недавно созданный Совет уполномоченных облегчил эту задачу. Глава Чувашии даже перенес разговоры с кабинета за круглый стол. У каждого омбудсмена, своя зона ответственности, но много перекрестных вопросов. Михаила Игнатьева интересовала, какие главные вопросы решают правозащитники, с какими трудностями они сталкиваются при реализации своих полномочий. Вся наша работа направлена как дополнительный инструмент, в первую очередь ваш дополнительный инструмент по защите прав граждан. Эту работу мы проводим, интенсивно проводим. Выступило, если мне несколько слов, цифр, в этом году более 600 обращений. Это чуть больше, чем в прошлом году. Первые строки? За аналогичный период. Какие первые? Жилищные, земельные вопросы граждан больше волнуют, потому что наиболее важные. И есть у нас успехи по защите жилищных прав достаточно серьезные. Сегодня у нас такая ситуация, что родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом, они не должны работать, не имеют права работать и получают пособие 5500 в месяц, при этом исключая какой-либо иной трудовой доход. Естественно, этой суммы недостаточная. Ко мне есть обращения таких граждан. Я обратилась в свою очередь к законодательной инициативе, чтобы пересмотреть хотя бы до прожиточного минимума. Уполномоченному по правам ребенка в последнее время пришлось изменить вектор внимания. Если раньше чаще обращались по поводу нехватки мест в детских садах, то теперь приходится разрешать конфликтные ситуации, в которых страдают дети. Отдельная тема – защита их интересов в решении жилищного вопроса. В этом году на первое место вышли семейные правоотношения, когда родители не могут договориться друг с другом о порядке общения с ребенком, об уплате алиментов на содержание детей. Такие вот вопросы. То есть получается, что мне приходится вмешиваться в решение семейных конфликтов для того, чтобы ребенка уберечь от получения психологической травмы. Под патронажем Александра Рыбакова вполне взрослые люди – бизнесмены. Но и они нуждаются в защите своих прав. У нас, получается, в этом году установлены льготы по территории опережающей социально-экономического развития. Указан главой Чувашской республики установлен 15% выкупная стоимость для резидентов регистральных парков, для той же территории опережающего развития. Наконец-то отменен налог на движимое имущество. Он очень вызывал много вопросов. Теперь предприниматели получат возможность вкладывать свои средства в обновление основных средств, покупки станков. Это уже их не будет так демотивировать. У нас администрирование повысилось. Если взять за последние 10 месяцев, собрано налогов 40 миллиардов рублей. Любая проблема требует скорейшего решения. Оперативность в принятии мер поможет снять возникающую напряженность. На это работают и национальные проекты. Омбудсмены должны активно участвовать в их реализации, подчеркнул глава Чувашии. Началась зима. В республике еще с конца осени прочно установилась минусовая температура. Однако, лед на водоемах еще не везде достаточно окреп. Как итог, несчастный случай. К сожалению, есть уже вот у нас вчерашний случай. Несчастный это в районе Козловки. Мужчина 75-го года рождения возвращался с левого берега, со стороны Мариэл, Мариэл пешком по Волге и буквально не дошел 50 метров до правого берега, до Козловки. Попал в полынью. Хотя, хотя лед в том районе, он уже приличный, более 10 сантиметров. Но есть места из-за подвижки льда образовывается вот эта полынья. Это было дневное время. Солнце светит. Попытались помочь ему рыбаки, те, которые рядом находились. Подъехали и спасатели наши, которые дежурят в Козловке, но от переохлаждения и по состоянию здоровья уже человек не выдержал. Спасатели предупреждают. Водоемы замерзают неравномерно. Прочность льда можно определить визуально. Самым прочным считается лед голубого цвета. Прочность белого льда в два раза меньше. Лед серый и матово-белый или желтоватым оттенком ненадежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода по льду. Будьте внимательны. Чебоксарцам представили архитектурную концепцию набережных. Речь шла не только о Московской, но и о тех, что расположены вокруг территории залива. Смотрела и задавала вопросы Ольга Пырочкина. Здорово. Сейчас мы узнаем, как будет выглядеть обновленная территория Чебоксарского залива. С таким настроем наша съемочная группа отправилась на презентацию испанского архитектора Хосеа Сибилия в 2014 году. С тех пор прошло почти пять лет, а облик территории существенно не изменился. Хосе пробыл в столице Чуваши слишком мало времени, чтобы действительно создать проект. Он задал направление, а теперь дорабатывает их уже известная жителям архитектурная лаборатория Московской школы Марш и Чуваш-граждан проект. Ответил на наш вопрос главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин. Лаборатория Марша осталась верна своему принципу. Главное – наполнить территорию смыслом или по-архитектурному – функцией. На картинках всегда все красиво и здорово, но всегда очень важно доводить проект до конца, до реализации. И нам интересно не только, как эта территория выглядит на фотографии после того, как она сделана. Нам интересно, как эта территория работает, радует ли она людей и работает ли она сценарно так, как мы это задумали. Территорию вокруг залива ребята разделили на набережные. К примеру, Нижняя, Историческая или Пионерская. На последней планируется создать условия для занятия судомодельным спортом. Секция как раз выше по склону, во дворце детского и юношеского творчества. Из кардинально новых идей – то, как архитекторы планируют подчеркнуть историчность места. С помощью подсветки они хотят показать, что когда-то по дну залива проходили целые улицы. Вот, к примеру, продолжение улицы Нижегородская. Данная концепция окончательная. Увидеть залив примерно таким, как на картинках, горожане смогут к 2019 и 2021 годам. При условии, что проект поддержит Ростуризм и правительство республики. Сказано на официальной странице главы администрации города Алексея Ладокова в социальных сетях. Обучение банковскому делу в Чувашии выходит на новый уровень. Мастер-классы, лекции, деловые игры теперь будут проводить бизнес-тренеры по финансам на базе специализированной аудитории в Чувашском госуниверситете. Зеленая лента вместо красной. Традиции сохранены даже в мелочах. В своем стиле. 105-й кабинет экономфака превратился в специализированную аудиторию, где будут развивать компетенции будущего. Все началось с одного звонка, потом с одной встречи. И потом буквально чуть ли не на салфетках рисовали, что это может быть, какая может быть идея, для чего это вообще. И в итоге вот воплотили, не прошло и полгода, мы воплотили все это в жизнь. У меня очень много уже в персонале Чувашского головного отделения накопилось персонала, людей, людей. Персонал – нехорошее слово, то есть там и коллектив тоже. Людей, которые обладают большим багажом знаний. Они-то и прокачают будущих специалистов финансово-кредитной сферы. Лучших учеников занесут в резерв потенциальных сотрудников Сбербанка. А самые мотивированные получат работу. Это первый совместный проект такого формата Чувашского госуниверситета и Сбербанка. Надписей на стене заднего вида очень много. Это символизирует то, что и связей достаточно. Они могут быть научными, они могут быть образовательными. Они и есть инновационные. Порядка 60 студентов уже записались на курсы. Занятия начнутся в декабре. Вначале будут деловые игры. Первое – по финансовому планированию. Мне очень хочется уже поскорее побывать на занятии. Мы уже записались. Все в предвкушении. Это послужит большим опытом для дальнейшей моей специальности, поскольку Сбербанк является лидером. И я сама пользуюсь Сбербанком. Пока занятия факультативные раз в неделю. В планах встроить их в основное расписание студентов-экономистов, а затем подтянуть сюда учащихся и других факультетов. К тому же площадка послужит и местом встречи преподавателей вуза с профессурой корпоративного университета Сбербанка. Завершился международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Одно из ключевых событий этой осени. На протяжении почти трех десятилетий он собирает на сцене Чувашского театра оперы и балета лучших солистов, музыкантов, режиссеров из разных уголков России и мира. Удивительные голоса, накал страстей, яркие декорации, блеск костюмов. То, что делает оперу по-настоящему живой и непревзойденной. Для ценителей классического искусства прошедшая неделя запомнится надолго. Завершающий галоконцерт открыл симфонический оркестр театры оперы и балета у вертюры к опере Безе Кармен. В исполнении приглашенных гостей и солистов театра звучали всем известные отрывки из опер. Ария Базилио из сивильского цирюльника Рассини, дуэт Тоски и Кварадоси из оперы Пучини Тоска и многое другое. Публика тепло приняла оперных артистов из Италии, Азербайджана, Китая. За много лет у фестиваля появились и свои поклонники. Послушать оперную музыку приезжают из Татарстана, Республики Марий-Эл, Нижнего Новгорода и других регионов России. В Чувашии почти 84 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы жить полноценной жизнью, им приходится прикладывать больше усилий. Государство в этом случае берет на себя определенные обязательства. Большую помощь оказывает и Центр занятости города Чебоксары. Подробнее в сюжете Олеси Русаковой. У людей с ограниченными возможностями здоровья выбор в плане работы небольшой. Если еще несколько лет назад организации неохотно трудоустраивали таких, то сейчас порой спрос даже превышает предложение. Алексей Козлов в Центр занятости обратился в марте этого года. С июня уже трудится в частной охране. В рамках специальной программы для него оборудовали рабочее место. Я обратился в Центр занятости. Они мне дали направление на частную охранную организацию «Альфа». Работаю 8 часов. Зарплату устраиваю. Касаемо программы поддержки молодых инвалидов, я считаю, что это программа, от которой выгодят в принципе все участники. В первую очередь, это, конечно, те, кто имеет ограничения по физическим возможностям. Они трудоустроены у нас. В частности, Алексей Владимирович трудоустроен молодой парень. Направили к нам его в начале, вернее, не в начале, а в начале лета. Он прошел обучение, сдал экзамены, получил документы, лицензии и теперь работает. Затраты на наставничество работодателям возмещает столичный Центр занятости. Так, в этом году к работе на чебоксарских предприятиях приступили четверо молодых людей с ограничением по здоровью. Один из них в качестве контролера в кинотеатре «Волжский». Молодой человек закончил Чувашский госуниверситет и ведет активную жизнь. Сотрудник, направленный к нам в кинотеатр «Волжский» от Центра занятости в мае месяца, был принят на должность контролера билетов. За весь его период он показал себя только с лучшей стороны. Он также очень компетентен, целеустремлен, очень доброжелательно относится не только к сотрудникам, но и к гостям кинотеатра. В этом году в столице Чувашии рабочие места получили около 300 человек. Мы очень рады, что работодатели идут нам навстречу в реализации таких проектов. Положительный опыт у нас есть, и глядя на результаты, мы осознаем свою необходимость, нужность и получаем удовлетворение от своей работы. Важным в нашей работе является трудоустройство лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И одна из этих категорий – это инвалиды. Мы с прошлого года в рамках выполнения обязательств перед министерством выполняем программу по сопровождению инвалидов молодого возраста. Мы собираемся развивать эту программу и дальше в городе Чебоксары для более полного охвата данной категории. В этом году в Центр занятости столицы Чувашии обратилось более 400 человек, имеющих проблемы со здоровьем. Специалисты Центра занятости продолжат работу по содействию трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках государственной специальной программы. Ведь люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть еще и людьми с безграничными способностями. Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Международный день инвалидов. Соответствующие резолюции были приняты Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1992 году, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями. В республике проходят множество мероприятий, посвященные этому дню. Одной из площадок празднования стал Дворец культуры имени Хузангая. Четвертый год подряд Чувашская региональная общественная организация «Свобода» в этот день проводит необычный инклюзивный концерт. На сцене вместе с артистами Чувашской эстрады и профессиональными танцевальными коллективами города люди с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом желающих принять участие в таком необычном концерте все больше. Тот, кто раньше стеснялся и не мог выйти на сцену, сейчас с удовольствием выступают. Признался основатель общественной организации «Свобода» Павел Никитин. Своим примером они доказывают, что ничего невозможного нет, и все границы условны. Сегодня же впервые состоялся турнир по такому виду спорта, как боча. В Кубке равенства возможностей участвовало несколько команд. Сюжет об этих состязаниях мы покажем завтра в наших информационных выпусках. Биатлонный центр на выходных посетил заместитель министра спорта России Сергей Косилов. На встрече со спортсменами и с тренерами говорили о перспективах развития зимних видов спорта в регионе и в стране. Задать вопрос заместителю министра спорта и использовать такой шанс решили многие. Как наладить эффективную систему воспитания спортсменов? По какому принципу идет финансирование? Будут ли поддержаны региональные инициативы спортивных федераций? Разговор на улице Планово перешел под крышу биатлонного комплекса, открытия которого ждут с нетерпением. За министру спорта России Сергею Косилову показали административное здание. Оно достроено. На трех этажах кабинеты для персонала, комнаты для проживания спортсменов, вип-ложа, судейский, секретариат, справочная, медпункты, допинг-контроль, комментаторское, тренерское помещение для подготовки спортсменов к старту и для подготовки лыж. Мне интересно посмотреть, в каком состоянии что есть, кто нам поставляет спортсмена сборную команду, чем дышат у нас наши места подготовки, чем дышат, чем занимаются тренерские составы, в каком количестве, какие спортсмены. Это интересно. Кстати, в помещениях для лыж по проекту были предусмотрены только окна, но в каждом сделали отдельный выход наружу. Перед административным зданием расположено стрельбище. Здесь проводятся соревнования, но пока без электронных приборов. Освещенную биатлонную и лыжероллерную трассу еще тоже предстоит построить и установить там освещение. На этих же объектах, на таких же горках для фристаллистов, на таких же льдах для конькоммерции воспитывают члены сборной команды России. Есть у нас результаты. Здесь тренируются не только спортсмены из Чувашии. Постоянные гости биатлонного центра, ребята из Московской области и Якутии. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин выявил сильнейших. На протяжении двух дней за призовой пьедестал боролись более ста спортсменок. В Чубаксаро приехали и неоднократные чемпионы прошлых лет. В Чувашскую республику представляли семь человек. О чемпионах и несбывшихся надеждах репортаж Дмитрия Ковалева. Она отвечает на вопросы сквозь слезы и превозмогая боль. Вероника Чумякова надежда сборной Чувашии осталась в одном шаге от победы, получив травму колена. Хотя казалось, что медаль высшей пробы уже в руках. Золото с минимальным отрывом в два очка завоевала спортсменка из Казани. Но к работе судьей у тренеров были вопросы. Людейство было немножко привзятое. Судья Москвич, у нас есть судья, готовый постоянно. Зажимают именно чувашских спортсменов, сильных спортсменов. Будем лечиться, работать дальше. Но я думаю, что это не серьезно, раз она наступила на ногу. Недели две, я думаю, восстановится. Будем продолжать бороться и готовиться в январе на старт 24-27-го. На Ярыгинском турнире будет гран-при Ивана Ярыгина. Пассив не мне должны были дать, а есть. Я работала всю схватку. Я хотела уйти, сделала дальний бедрог. В итоге я колено согнула и туда потянула. В итоге он хрустил меня чуть-чуть. На первую ступень пьедестала не удалось подняться и Алене Тимофеевой. В сопернице спортсменке из Чувашии достался крепкий орешек. Неоднократный чемпион Хурилхуу Балартуя. Она в красном трико. Звезда команды Монголии завоевала 7 очков. После неудачного боя Алена пообещала сделать выводы. Настрой был. Вполне нормально себя чувствовала. Когда выходила на ковер, была уверена в себе. На этих соревнованиях я участвовала впервые. Ну, можно сказать, довольно результатом хотелось бы большего. За Чувашской командой два серебра. Рекордсменами по числу наград открытого Кубка по вольной борьбе стали монголки. Сухие Царинчимет среди чемпионов. Золотая медаль турнира на ее счету. Вторая по счету. Мы очень любим Чебоксары. Я приезжала сюда раньше, в 2016 году, на открытом Кубке России по вольной борьбе. Я также стала чемпионкой. Рада, что вы проводите такие турниры. Спортсменки, которые здесь выиграли первые золотые медали, они становились призерами чемпионата мира. И это мне очень нравится. И это очень душевно. Чисто душевные соревнования, мне так кажется. Открытый Кубок по вольной борьбе на призы главы региона завершает сезон. Ключевая задача на перспективу – отобрать спортсменов для Олимпиады 2020. На путевку претендуют большинство участниц турнира. Для того, чтобы дать провести еще более высокое мероприятие, проводятся соревнования тестового характера. Тестового характера вы прекрасно проводите и уже готовы практически любого уровня провести соревнования. Что касается девочек – красивые, хорошие, успешно выступают. Я думаю, любое место, которое они занимают, у них сейчас проходящие такие соревнования, в которых они отрабатывают определенные какие-то тактические заготовки. Глава республики отметил, что количество борцов вольного стиля в сборной команде страны должно увеличиваться. Для того, чтобы развивать этот вид спорта, в регионе откроют специализированный центр. Доверие – это дорогого стоит, мы ценим и дорожим. Второй же касается уже финансовой составляющей, надо оснастить, надо где-то реконструкции сделать. Мы сделаем со своей стороны все для того, чтобы без ошибок сделать этот центр с помощью Министерства спорта Российской Федерации и с помощью Федерации по спортивной борьбе. В Ледовом дворце Чебоксары и Арена разыграли 10 комплектов наград. Кроме медали спортсменам вручали и новый приз турнира – фарфоровую матрешку. В командном зачете победа за Москвой. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Борис Андреев и Андрей Шоклев. Республика. Наш канал вел трансляцию Открытого Кубка России по вольной борьбе среди женщин. Телевизионная версия с подробными комментариями схваток выйдет в эфир в пятницу 7 декабря в 20 часов 30 минут. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения «Чуаши». Редактор субтитров А.Семкин